Субтитры делал DimaTorzok Только из воды И вот разнорыбеца Дараночка Сейчас мы это будем солить Это будет все очень вкусно Солить все просто Хотя есть способ Взять из дона воды Размешать там примерно 300 грамм соли Но вода должна быть из дона Это самый настоящий Донской хороший способ Засолки селедки Надежды Примерно 300 грамм соли На литр воды И заливаем эту селедку Этим рассолом Тузлуком И все Я буду солить сухим посолом Я сначала думал В маленьком посолить А она туда не помещается Селедка красавица Очень жирная И вот мелкая Это бегунок У нас тут два вида селедки Водится Заходит вернее Ну и эту рыбку Будем солить здесь Она поменьше Бродяга чебака да да я уже сколько тоже пробовал он у меня тоже заваливался а это круглячок у кругляк до класс вот и все вот будет такая рыбка вкусная солилась ровно пять суток с ней же вместе солилась и донская селедка селедку донскую я сейчас достаю она уже готова полностью я уже поставил картошечку вариться и мы ее будем сейчас пробовать я убираю ее нужно хорошо промыть в холодной воде и поставить вымачиваться на 12-15 часов в среднем если вы хотите чтобы рыба была малосольная если любите рыбу посолоней то вымачивайте часов 8 но я буду вымачивать часов 15 мы любим рыбку малосольную груз здесь был 6 килограмм вот такой вот кубик железный а здесь обычная плитка тротуарная 2 килограмма примерно ну сюда много и не надо здесь вообще рыбка мелкая ну все теперь открываем это сухой способ засолки сюда я воду не наливал рыба солилась в собственном тузлуке вот она столько пустила жидкости рыбка плотная она под гнетом полежала и вот уже светится запах отличный солил я в холодильнике если вы солите летом и когда жарко перед засолкой рыбу обязательно положите хоть минут на 40 на 30 в морозильную камеру чтобы она хорошо охладилась чтобы она была прям ледяная летом это делать нужно обязательно потому что вода теплая вы из воды рыбу достаете если вы даже ее ловили сами то ее желательно перед засолкой охладить потому что она очень быстро портится а если вы рыбу покупаете на рынке или где-то как-то у рыбаков там то вообще неизвестно когда ее поймали обязательно положить в морозилку чтобы рыба хорошо охладилась до твердого состояния замораживать не надо но она должна быть ледяная и после этого начать солить после этого сразу положить в холодильник это вот первое самое важное правило чтобы рыба не прихватила запах чтобы она не начала портиться сейчас я селедку достану а эту рыбку положу вымачиваться вот чихонь ну и вот селедочка донская ох какая она будет вкусная прямо никак не дождусь в этом году это первая селедка свежая которая еще не была заморожена прекрасная ее сейчас очень мало еще идет тут вот несколько штучек всего ну покушать хватит пока что попозже она пойдет более массово и и у нас будут продавать на каждом углу а эту я сейчас промываю под холодной водой переваливаю ее в хорошую большую емкость у меня это будет в раковине полностью заливаю ледяной водой и она будет у меня ночь вымачиваться минимум часов 12 вот так рыба вымачивалась ровно 14 часов я сейчас сливаю ну что начинаем вывешивать рыбу я для себя вот такие сделал удобные крючки из такой столистой проволоки она крепкая ей удобно прокалывать и вот так вот раз вот такие коромысла получаются очень удобно вешать и не занимает много времени и все тень вывешиваем желательно вывешивать куда-нибудь на сквозняк чтобы обдувалась хорошо ветерком а в жару лучше вообще направить даже вентилятор чтобы быстрее обсыхало чтобы рыба не испортилась но так все получается быстро и просто мелкую рыбу я за хвост не вешаю вешаю сразу за голову она сохнет быстро поэтому разницы здесь большой нет большую крупную рыбу я сначала вешаю за хвост потом когда жир начинает сильно течь я перевешиваю опять за голову вот такая технология у нас и не забывайте обязательно подстилать газету потому что с рыбы будет течь газету нужно подстилать несколько слоев она будет сильно пропитываться мелкая рыба будет сохнуть минимум двое суток и уже можно будет ее есть чуть покрупнее смотрите уже по желанию хотите по суше ну пусть неделю повисит в принципе там ей хватает такой рыбе там трое четверо суток и она будет отличная вот такая получится вкусная малосольная рыбка первая селедка конечно малочисленная но она идет вся крупная такая матерая уже которая не первый год сюда приходила в дон и и эта селедка самая вкусная она самая жирная вот такая красота по сравнению с океанской селедкой размер у нее небольшой но эта селедка очень жирная и очень вкусная если кто не пробовал настоящую донскую селедку то обязательно попробуйте ее раньше ее здесь в дону вылавливали тоннами и отправляли в москву у нас ее ловили рыбколхозы прямо в пределах города в дону ее было очень много сейчас ее уменьшилось и она перестала иметь промысловое значение хотя ловят но мало а сейчас у нас уже начали строить еще одни шлюзы в районе хутора арпачин я думаю что наши внуки эту селедку уже не увидят потому что пока не было шлюзов она поднималась по дону до 500 километров вверх сейчас перекрыто все шлюзами рыбы все меньше и меньше ну вот строят шлюза специально все не знают как быстрее нефть продать а рыбу угробят и следующее поколение людей эту селедку уже могут не увидеть так что ешьте пока она есть что теперь с ней делаю теперь то что будет сейчас употребляться в пищу я просто откладываю чищу режу посыпаю лучком поливаю домашним растительным маслом и все и можно начинать пробовать такую красоту ту селедку которую хотите отложить на несколько дней на месяц там на два ее нужно промыть ледяной водой и вот я пакую после вот такие пакеты и отправляю в морозильную камеру и все и лежит она так долго и потом достаете на ночь чтобы она в плюсовом отделе холодильника медленно размёрзлась и на утро у вас хорошая нормальная уже селедка вот такие правила по ее хранению еще какой совет по селедке если вы ей будете запасаться на год например у нас здесь на дону принято вот когда идет массовая селедка она тогда стоит недорого или кто-то ловит ее и и мы обычно запасаемся на целый год до следующей весны до следующего сезона вот тогда лучше селедку не солить сразу я пробовал по всякому пробовал большими партиями солить потом соленую раскладывал в морозилку но соленая она быстрее портится поэтому если вы ее на долгое хранение хотите оставить то берете прям из воды купили или поймали сразу по пакетам по несколько штук столько сколько вы будете порционально есть пакуйте и сразу в морозильную камеру тогда она лежит до следующего сезона без проблем я обычно селедку чищу вот так беру нож и по спине делаю надрезик сразу же вокруг плавника еще один надрез и плавник выдираю и все и она так более менее чистится потому что свежая селедка которая не была заморожена она обычно чистится намного хуже замороженной той которая продается на базарах и в магазинах но такая жирненькая запах великолепный вот все это жирочек руки примут сальные потом вот эту вот часть костистую я удаляю здесь особо есть нечего и много костей ну кто захочет ее тоже можно там пожевать ну что друзья тема селедки я думаю раскрыта полностью как ее солить у меня на канале еще есть несколько видео роликов вы их можете найти в описании под видео а сейчас пробуем первую в этом году донскую селедочку немножко лекарства только что-то простыл на природе домашнее масло ароматное картошечку тоже ой какой запах потом если кто хочет можно полить как раньше все делали 6 процентным уксусом кто не хочет не поливать кто не хочет не поливать ну пробуем первую селедочку о ох светится на просвет и невероятно нежная на соль в самый раз и картошечка как же это вкусно лучок зеленый далеко не идем не ждем еще по чуть-чуть погода у нас испортилась сегодня первый день ясный а то холодно было дожди лили в общем надо лечиться ну за ваше здоровье мне кажется такой селедки можно съесть очень большое количество великолепный аромат масла дает и селедки и картошечки и вот это сочетание я не знаю что может быть вкуснее просто не знаю донская селедочка это прелесть и вот я ее люблю именно в таком виде я не люблю снимать филе потому что ну вот филе это уже какой-то заводской вариант получается не очень такой естественный вот мы привыкли есть селедку вот именно в таком виде очень вкусно ну по третий чтобы не болеть я беру ну всего вам друзья самого хорошего не болейте живите легко и долго за вас как же это вкусно все как же это вкусно все это вкусно все как и вот этот мне дождь это вкусно не глупо